Настройка Мы вам еще две профессии нашли Жонглер на роликах и акробат на сегвеях Если поменять местами Все можно Расскажите, вы вальтижер Я-то не узнал, что это Что это за такое слово страшное Это жанр вальтижной акробатики На самом деле один из таких Очень древних жанров Древний жанр Да, звучит неправильно Нет, нет С древней профессией не надо путать Древний жанр это нормально Ну в общем, если вкратце Одни акробаты Подбрасывают других акробатов Специально берутся В такой замок руками И не ловят, просто подбрасывают и не ловят Ну это кому как То есть вы подбрасываете и ловите Если хорошо ввел себя Тогда ловим А если нет, кого преимущественно все-таки подбрасываете Брата можете подбросить Ну брат 104 килограмма Понятно Это знаете Вопрос в поездке не снимается Есть анекдот на эту тему Когда два воздушных гимнаста стоят наверху Один, который ловит Смотрит на того, который должен к нему прыгать И говорит Говорят, ты вчера моей жене глазки строил Ну что вылупился, прыгай давай Жестокий, цирковой анекдот Давайте к слову о брате Мы знаем, что в этом году у вас была круглая дата В прошлом году у Эдгарда была круглая дата Давайте начнем с того, что младший подарил старшему в прошлом году А начиналось как все солнечно Самый молодой А теперь про юбилей 40 Мы не говорим о 40 Мы-то старше Хорошо Это вы старше Что подарил? Ничего не подарил Отличный подарок Отлично, знаете что? Вообще удивительный был день рождения Потому что я напланировал кучу подарков себе Ждал в предвкушении Моя мама Она устроила интересный какой-то тренд Она вообще очень верит во всякие приметы Типа 40 не отмечать Всем наговорила Не дай бог кто-нибудь что-нибудь ему подарит Поздравить сына Реально Мало того, что Мама молодец И не поздравила И не это Ну, делала это все вроде из добрых побуждений А получилось-то как-то странно Понимаете? То есть ты не обиделся? Нет, я не обиделся Нет, я был в шоке просто Потому что подарили мне на день рождения Одну футболку И какой-то, по-моему, крем для бритья Я говорю, это же надо было 40 лет жить Чтобы получить футболку и крем для бритья А мне кажется, прекрасный парк А можно озвучить имена этих гадов Которые подарили футболку и крем для бритья? Нет Чтобы никогда их не звать никуда Это два безработных клоуна из цирка Их уже там нет, забудь Нормально Нет, очень хорошие гады Ну, правда Ну, приметы есть, приметы, пожалуйста Я с этим согласился Ну, коли уж спросили Сказали Нет, конечно Тем более человек каждый день Жизнь связана с опасностью Профессия Короче, друзья Связана с риском Запомните В сентябре следующего года Будет большущий праздник Большущий праздник Уже в следующем году Да, да В следующем будем спрашивать как за два Да, отлично И мама не отвергется уже в следующем году Плюс 799-955-130 Вайбер, ватсап, смс работает Если хотите что-то спросить у Аскольда Запашного Пожалуйста, не стесняйтесь Глаза открой Семи утра Всегда с тобой Настройка 1-0-1-7 или 10-17 столицы Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный Ребята, сразу предупреждаем, что как приучить кошечку к лоточку Сегодня Аскольд нам не помогает на эту тему Он говорит, я знаю, но не буду А как выдрессировать надо? Как выдрессировать тоже не надо Но, кстати, был хоть и дурацкий, но интересный вопрос по поводу аллергии Правда, если есть аллергия на кошку, будет ли аллергия обязательно на большую кошку? Да, на тигра Да, будет То есть это все взаимосвязано В цирке и с таблетками? Да, и так и делают люди И, кстати, вполне себе успешно справляются То есть приходят, сразу таблетечкой закинулись Но у вас-то никаких аллергий нет с братом, я надеюсь Ну, да, наверное, это был бы какой-то мазохизм, а не жизнь, да? Но было бы, мне кажется, очень даже забавно Да, вы знаете, с детства у меня аллергия, поэтому я пошел работать в цирк Вылечил аллергию, а ведь говорят, клин-клины вышибают Клин-клины вышибают Вот надо организовать какую-нибудь такую, ну, клинику при цирке Так и назвать, клин-клином, да? Приходите, будем плавать А еще мы за кадром говорили Очень интересную тему подняла Таня зачем-то Я думал, ни к чему не приведет, а выяснила, что Какую я тему подняла? Кого можно дрессировать легче всего И выяснили, что наши друзья-обезьянки поддаются дрессировке Более того, я тут выяснил, что они, оказывается, еще умеют и шутить И сарказм им знаком Но этих обезьянок еще пока в цирке Навернадского нет Именно этих мы про горилл конкретно говорили Потому что мы так говорим А радиослушатели вообще не понимают Что же это за обезьянки такие? Хотя вот у нас с братом Были на протяжении почти 10 лет Обезьяны Лапундеры есть такая порода Он однажды Товарищ один вышел из клетки Сам ее открыл, сам вышел И разбил 200 яиц Вот с таким чувством юмора Да, товарищ То есть и все остались голодные Как он был наказан после этого? Вообще наказывают животные? Убирался? Ремнем можно вот их там попутать? Наказывают как-то вообще? Нет, ну а за это-то что наказывают? Он же не понимает, что он делает Это же Лапундра Да, ему же нравится И все Если тебя зовут Лапундра, это уже диагноз Слушайте, скажите А вот такой может быть тоже дурацкий вопрос А есть ли у животных депрессия? Депрессия? Да Нет Они могут, так сказать, расстраиваться, они могут Но депрессии нет, это чисто человеческое чувство Хорошо Как поживает тигр, о котором нам Эдгард рассказывал, что есть у вас такой вялый тигр, который Который все шпыняют Да, все шпыняют, даже сами тигры его там пытаются обижать А он жив, здоров? Ну да, да, нормально Но по-прежнему его все обижают Ну мы как бы защищаем его Дайте ему оружие какое-нибудь Лапундру поделите с ним Он изначально был вооружен Дорогие друзья, нам, к сожалению, пора опять прерваться Давай проанонсируем, что у нас сегодня есть чудесный подарок Ну подожди, это мы проанонсируем чуть попозже Но мы еще поговорим, конечно, об этом подарке О том, что ждет наших дорогих друзей и в Лужниках, и в цирке, наверное Хорошо 10.26 в Москве у нас сегодня в гостях представитель цирковой династии запашных в четвертом поколении Заслуженный артист России Народный артист России Аскольд запашный Я просто не буду перечислять, конечно, все вот эти профессии Там много надо будет перечислять Да, да, да Давайте лучше сразу перейдем к новым программам То, что может заинтересовать наших радиослушателей, которые потенциальные ваши зрители Ну вот у нас специальный корреспондент из московского цирка рассказал, что в вашем цирке сейчас находится царевна Николавна Несмеяна, которая плачет и плачет и не знает, как остановиться А я не знал, что она Николавна Николавна, да, Николавна Ну вот тебе и знаете Царевна Николавна Ну царь Николай известный же был, это его дочь просто Что делать с этой Несмеяной царевной? На самом деле, вот сейчас буквально мы работаем над четырьмя проектами, которые будут показываться в период новогодних праздников Один из них, царевна Несмеяна, будет в Большом московском цирке И организован этот проект на основе известного в России коллектива Королевский цирки и Радзе Вот, в общем сказать, ребята уже приехали к нам в Большой московский И уже сейчас собирают фактически уже там как... Заняли ваши гримерки Да, это тоже выселили нас Да, и титров тоже выселили Заключительные приготовления В общем, это будет веселая сказка Когда начнется уже? Она начинается... 16 декабря? Да Царевна Николавна мне передала Так, еще три проекта Еще три проекта Это, значит, Снежная королева Она начинается в Санкт-Петербурге И два проекта в Лужниках То есть в этом году мы проводим большой эксперимент Осваиваем две площадки одновременно Раньше мы работали только на малой спортивной арене Теперь еще и вот то, что называется Россия Значит, один проект называется Ангел-Ю И второй проект ЮЭФО То есть ЮЭФО это вот возвращение, правильно? Да Он уже был Да, ЮЭФО работал в Большом Московском цирке И после этого в основном гастролировал за рубежом Это очень успешный проект Который объездил уже очень много стран И в Европе побывал И, в общем, сказать, там Буквально недавно вот Азербайджан Грузия был В Дубаях был Очень успешный проект Мы его сейчас фактически с одной стороны восстановили А с другой стороны усовершенствовали Обновили Обновили, да Пошили полностью новые костюмы И кроме этого у нас самый интересный эксперимент То, что мы с братом будем в нем участвовать Также в качестве героев Потому что, да Мы когда начали продавать билеты на этот проект Люди стали путаться И спрашивали В каком проекте принимают участие братья Запашные А в каком нет Куда идти, куда не идти Да Ну это ваши личные, видимо, поклонники просто Ваш фан-клуб Ну наш фан-клуб-то он состоит из сотен тысяч людей Я про это и говорю, да И мы, в общем, сказать, решили Чтобы зрители не путались Присутствовать в обоих проектах И, в общем, сказать, получается Что в течение того, как будут работать эти два проекта Мы будем просто прям переезжать Из одного комплекса в другой Поработали там, переехали сюда Благо они находятся буквально там Пешком можно пройти Сотни метров А вот дрессировщик, он должен обладать хорошей реакцией или нет? Обязательно Обязательно? У вас хорошая реакция? Очень хорошая Скоро проверим У нас есть игра Пять секунд Ну подожди, я расскажу Давай, давай, давай У нас Аскольд пришел Он не с пустыми руками Во-первых, он принес два приглашения И эти приглашения, извините меня, аж на шестерых человек То есть вы можете прямо сейчас дозвониться Семья и друзья Да, дозвониться 223-5550 Код города 495 Обыграть Аскольда И тогда вы большой своей компанией пойдете на Царевну не смею Но это будет сложно, потому что у дрессировщиков, как сказал Аскольд, очень хорошая реакция Все равно звоните 223-5550 Код Москва 495 Впереди пять секунд Вытащит тебя из стойки Утреннее шоу Настройка 234 в столице Напоминаем, что сегодня в гостях утреннего шоу У нас стройка Аскольд Запашный Прекраснейший собеседник А прямо сейчас мы проверим, насколько хороша реакция у Аскольда У нас есть игра пять секунд Напоминаем, что есть у нас аж два приглашения на шесть человек На прекрасный спектакль «Царевна не смея» на представление цирковое На линии у нас Мария из Москвы Доброе утро Доброе утро Мария, легко ли наберете в случае победы еще пять человек с собой в цирк? Очень легко У меня семья из пятерых человек И еще разднем с собой бабушку Отлично Бабушка получит незабываемые впечатления Надеюсь Аскольд получит бабушка или нет? Слушайте, у меня хорошая отмазка Я сейчас проиграю, скажу, что специально На агрессиве старался Нормально Давайте тогда уже начнем, наверное, все-таки нашу игру Итак, пять секунд на ответ Нужно будет назвать три чего-то Ну что, начинай тогда Аскольд Как джентльмен Да Не Марии же унижаться Так, а вы мне правила не объяснили Вы так смотрите и сказали Мы даем вам вопрос И идет отчет пять секунд За пять секунд надо успеть ответить А, давайте Итак, первый вопрос Аскольд Аскольд Назовите три любых деликатеса для тигра Курица, рыба, свинина Это что, деликатесы? Конечно Конечно Это же обычная еда Нет, обычная Это для тебя обычная Обычная Он же не сухим кормом питается, в конце концов, тигр, нет? А, нет, конечно Вот Таким большим сухим кормом Хорошо, идем дальше Мария, назовите три любых сухофрукта Курага и дюм чернослив Молодец Один-один Непростая Мария у нас сегодня Да, пока нос к носу идете Хорошо, аскольд Назовите трех любых голливудских блондинок Скарлетт Йоханссон Ну и все, их больше нет А вот та, которая пуду-пиду Была такая главная Мурли Монро, да Мурли Монро Ну слушайте Не получилось Не получилось Да Хорошо, идем дальше Аскольд весь в российском цирке Да Мария, тогда вы назовите, пожалуйста Трех любых животных семейства кошачьих Кошка, рысь, ягуар Сейчас коктейли назвали, по-моему, да? Вот у меня по поводу ягуара Это же тоже, да, семейство кошачьих? Коша, конечно Хорошо Два-один Два-один Молодец, Мария Продолжаем дальше Аскольд, назовите три любых фильма про животных Жизнь Пи, полосатый рейс и этот А, ну белый Пи в животном Да нет, я хотел про этот К9 хотел сказать, ладно Так А прям современный, смотри Я вот не смотрела К9 Хорошо Да ладно, не смотрю? Нет, не смотрю С Джеймсом Белуш Не смотрю А я какая, вспомнил К9, нет, это я жизнь К9, это как у нас в морском бою Это русский корабль Так, Мария, назовите, пожалуйста, три любых ёлочных украшения Царь, халапушки, гирлянды Халапушки Халапушки Да, халапушку дополнительную, да Это когда вместо перчика халапини ты вешаешь халапушку Маленькую такую зеленькую халапушку 3-1 Аскольд, соберитесь Соберитесь Назовите три последние буквы английского алфавита О, господи Икфайзет Молодец Смотри, собралась О, господи И помогла себе Смотри, господи, помог, да? Да Не глумись А я не глумлю Так Аскольд Вот такой вопрос Назовите три любых недостатка Эдгарда Запашного Нетерпеливый Злой Высокий Молодец Так все точно ведь, а? А вот мы спрашивали у Эдгарда Он сказал У меня, между прочим, брат вообще без недостатков Самый лучший он сказал Вот так вот Только что рассорили брать Это он попросил вас так передать, да? Когда он придет, скажите, что я все сказал хорошо Итак, со счетом 4-3 победила Мария Мария, мы вас поздравляем Берите все свое семейство Не забудьте бабушку Бабушку возьмите И идите смотреть на царевну Несмеяну Поздравляем А Аскольду мы говорим огромное спасибо за игру Молодец Хорошая реакция Но мы с ним еще вернемся Конечно 10.45 столицы Аскольд Запашный сегодня у нас в гостях Думали, что будем говорить исключительно про тигров В какое место надо плеткой бить тигра Чтобы он не ответил тебе тем же самым А выясняется Мы уже тут и про фильмы поговорили И самое страшное Что мы узнали? Что оказывается? Стоп Стоп игра Потому что сейчас будет небольшая предыстория Итак Мы знаем, что династия Цирковая Она формируется Большое количество времени Десятилетиями А то и столетиями А Аскольд это уж четвертый Вот И соответственно Дети Дрессировщиков Скорее всего В 99% случаев Идут по стопам своих родителей И тоже становятся дрессировщиками Потому что Выяснилось На дрессировщиков Нигде не учат Ева и Эльза Две замечательные девушки А также Стефания и Глория И присоединившийся к ним недавно Даниэль Как это звучит? Тоже Скорее всего Станут Дрессировщиками Не, не, не Тоже мучают животных Как Они все Я бы здесь осторожно Пожалуйста Не мучаюсь Такими шуточками Как они все Будут Соответственно Делить Цирк Животных На пятерых На пятерых Вот как это будет происходить Вас двое Это уже как бы Такое чувство Конкуренция между вами Делим, да Двух животных Доставшихся от нас И что же мы теперь Пятером-то будем делать Там Хорошо Кто из ребят Вообще Пока даже и не хочет Быть дрессировщиком Скорее всего Никто пока Да, конечно Они еще маленькие Они не понимают Даниэль, я думаю Не хочет еще пока Даниэль не хочет еще вообще Чтобы к нему Цеплялись С вопросами касательно работы Да Ну а так Вот в дальнейшем Вы видите Судьбу своих детей Именно связанную с цирком Именно с дрессировкой Вот смотрите Вы На удивление В начале программы Представляли меня Не только как дрессировщика А как человека Разнообразных жанров Конечно И это факт И я не люблю стереотипы Вот в общем сказать И поэтому Особенно Ненавижу стереотипы Про то Что сейчас активно Навязывается Вот эта грязная пропаганда Про то Что дрессура Напрямую ассоциируется С какой-то жестокостью С издевательствами Мы это не говорили Нет Ну даже в шутку Даже в шутку Просто Есть к сожалению Такой тренд Который в общем сказать Вбивает в голову Там не знаю Для чего Нет я знаю для чего Но не будем об этом Мы из нашего БДСМ клуба С вами Хорошо Вот Ну в общем Смысл просто в том Что для меня В первую очередь Цирк Удивительное искусство В котором есть Огромное количество жанров Я безумно люблю цирк Я его уважаю Со всеми его традициями Со всеми его достижениями Поэтому для меня Не принципиально Кем в цирке Будут мои дети Я даю им Общее образование Я в общем Кроме даже цирка Даю много Им сейчас Они занимаются Музыкой Танцами В общем сказать Языки изучают И вот Буквально Вот этой зимой В проекте Ангел И Мои малышки Будут играть Главные роли В спектакле В качестве актрис В первую очередь Вот Мы даже на эту тему С братом недавно поругались Он начал мне говорить А вот что там Ты В главных ролях Они у тебя там Трюков никаких не делают Ну во первых Одно из 7 Другое 8 Я Какие трюки Да Нет Ну у нас есть В цирке Девочки Мальчики Которые работают Там начиная с 5 лет И делают действительно Много трюков Но я просто не считаю Что это остро необходимо Потому что У нас в коллективе Есть люди Которые там В 30 лет Только начинают Осваивать какой-то Конкретный жанр И вполне себе Успешными становятся Например Стали на гироскутер Ну это тоже Для кого-то достижение Но я имею ввиду Что в цирке Действительно Огромное количество Разных жанров И мне самое главное Чтобы они полюбили цирк И вот дальше Уже выбирали Из того Что я буду предлагать Но не страшно будет Дочек В клетку заводить К хищникам Или все-таки страшновато Ну они же к этому Постепенно будут идти Во-первых Я не ставлю перед собой Такой задачи Прямо буквально Обязательно это сделать Во-вторых Не страшно Потому что У нас вся семья Такая невменяемая Да Потому что Там моей маме Задавали вопрос А как вот вы В общем А мама Не да там мальчики Тут мальчики Тут понятно Логично Мама тоже входила В клетку Поэтому Ну послушайте Для родителя Который видит Как его дети Начинают с детства Заниматься опасными жанрами Поверьте Не имеет значения Мальчик или девочка И смотреть Как там тигр Ест твоего ребенка Будь то мальчик или девочка Это не Нет разницы Ой давайте немножко Прерываемся Смотрите Значит Как сын В клетке с тигром Маму не смущает А 40 лет Не отмечаем Ах Прерываемся Ну да Да 10.53 в Москве Аскольд Запашный У нас сегодня в гостях Много вопросов Поступает Аскольду В частности От наших радиослушателей Которые адресуют их На вайбер Ватсап И смс Таня Зачитай что-нибудь Интересующийся Кирилл Он тут вспомнил Как раз и про Блюрей Шоу А Кирилл в теме Я так смотрю Да 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 И про потрясающий номер С хищниками В шоу Садко Планируете ли повторить его Ваш брат Вадум из интервью Говорил что мечтает Купить слонов Я так понял Что это у вас в планах Как продвигаются дела Стоит ли ждать Вторых братьев Гартнер Заранее благодарен За ответы Кирилл Давайте Аскольд Отвечайте Слонов Приобретаем В скором будущем Надеюсь что Все получится Касательно Распространения Видео На блюреях Нет Теперь будем Все распространить Только на облачных Хранилищах В интернет Кинотеатрах В скором времени Все наши шоу Появятся на Амазон И так далее И так далее Следите за рекламой Какой был третий вопрос Третий вопрос Отлежать вторую Братьев Гартнер Ну это я сказал Гартнер Это касательно слонов По поводу Садко Вы там говорили Садко Давай не разговаривать Когда-нибудь вернемся Вы знаете что Брат вот Очень настаивает На то Чтобы мы повторяли шоу И в Садко Действительно Был уникальный эксперимент Мы работали С хищниками на воде И я как раз Буквально недавно Думал о том Что можно сделать Что-то такое На манеже Большого московского цирка Так что вполне возможно Жизнь Пи Увидим мы когда-нибудь И надеюсь нет В цирковом варианте В цирковом варианте С 29 декабря С 29 декабря Да с 29 декабря Значит Следующее шоу Царевна не смеянна В большом московском цирке И проект Снежная королева В Санкт-Петербурге Если бы человеку сказали Можешь попасть Только на одно шоу Какое бы вы порекомендовали От себя Я бы сначала спросил Какой возраст И какие интересы Пять лет Царевна не смеянна Царевна не смеянна А И это чтобы Никто не догадался Нет Там просто Такая сюжетная история В которой Главная героиня Маленькая девочка Которая не Майя Она разговаривает На языке жестов Единственный звук Который она может Произносить Это И И она в силу Стечения обстоятельств Драматических Абсолютно Она начинает Видеть ангела Это серьезная такая программа С подтекстом глубоким Да Спасибо огромное Мы говорим нашему Сегодняшнему гостю Напомним что мы Целый час Беседовали с Аскольдом Запашным Пожелаем вам Только аншлагов На всех четырех программах Поздравляем вас С наступающим Новым Годом И чтобы В Новом Году Все ваши Планы осуществились А вы знаете Какая смска пришла От обезьяны Из цирка Они слонов закупают Возвращайся Есть разговор И сурово дышим Спасибо большое Аскольд Было действительно Очень приятно С вами поболтать Приходите еще А мы Леня, Таня, Артем С вами прощаемся Друзья Завтра в 7.00 Услышимся Обязательно Утрек До свидания Пойдем в клетки обратно Пойдем Пойдем в клетку Пойдем в клетки обратно Пойдем в клетку